Привет всем! Сегодня я немножко цветочек, вся такая весняночка. Я не просто так весняночка, я сегодня с утра встала на мероприятие и благополучно на него опоздала. Теперь я вот сижу, пришла, уже вернулась домой и подумала, что раз я такая веснянка, почему бы не записать блог сегодня. Сегодня мы будем говорить с вами о таком способе, который в дизайне называется паттерн. По-моему, так правильно удаление произносить. В общем, это повторяющиеся элементы. Если вы, например, видели, конечно, вы видели плитку керамическую, то это тоже паттерн своеобразный, повторяющийся, постоянный какой-то узор. Вот, сегодня мы с вами попробуем это сделать. Я вам покажу принципы и сама тоже сделаю. Что вам для этого понадобится? Я себе тут внизу все приготовила. Мистер Скоуч. Ножницы, маркер, листочки. Я взяла фиолетовый и серый, потому что я зажала белый. Белый, как говорится, такая корова и самому нужна. Ну что ж, приступаем к выполнению упражнения. Для этого вам нужно нарисовать какой-нибудь крупный рисунок, не обязательно сложный, может быть и легким, любым. Единственное условие, он не должен касаться углов, ну, краев листка. Не знаю, честно говоря, что из этого получится, не будет ли это правильно, потому что мне кажется, я немного сместила в левую сторону рисунок. Ворачиваем наш лист пополам, по вертикали. Важно начать с вертикали. И важно, чтобы совпадали ваши края, не торопитесь в этом случае. Я не думаю, что это будет хороший паттерн, поэтому мы его выкинем. Видите, важно, чтобы посередине располагался рисунок. Важно. Ну, не совсем точно, но хотя бы основная часть. Поэтому я начну еще раз. Дубль два. Вот, чтобы не ошибиться, я сразу сверну. Вообще, с этого, наверное, лучше и начинайте. С вертикальной полосы. Кстати, можете и горизонтальную сразу наметить, тоже края. Очень внимательно будете с краями. Теперь я вижу середину. Вот она, золотая середина. Вот, и я могу начинать делать. Он не обязательно должен быть уже потом симметричным, это не принципиально. Напоминаем себе линию сгиба вертикальную. Вот она. И пойду, этой линии сгиба мы разрезаем. Мы разрезали наш рисунок на две части. Это уже начало паттерна. Теперь эти две части мы должны поменять местами, хорошо соединить края внимательно и склеить скотчем. Вот, собственно, склеила я эту часть. Теперь у нас есть и вторая линия горизонтальная. Переворачиваем, в принципе, по ней и тоже напоминаем себе и разрезаем ее тоже. Вот мы получили наш рисунок, который был разделен по вертикали, поменяли местами, склеили скотчем. Теперь сделали еще один разрез по горизонтали, тоже меняем местами и склеиваем скотчем. Склеили! Браво! Перевернули. Таким образом вы уже получаете плитку, но это еще не все. Вот теперь у нас финальный рисунок будет посередине и уже здесь этот рисунок посередине, он может и касаться краев и вообще быть может каким угодно. Ну вот и все. Это готовый, законченный паттерн. Следом его можно отсканировать и уже непосредственно размножить, соединить в одну большую дорожку и получить обои, плитку, все что угодно. Таким образом вы можете делать любой рисунок. Части будут подставляться, середина будет оставаться единой, верхние части подставляются к нижним, боковые к боковым. Ну понятно, да, принцип плитки и таким образом у вас будет своя собственная плиточка. Вот он и есть паттерн, вот такой. Ладно, друзья, всем спасибо за сегодняшний урок. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, да, к черту, понравилось или нет, надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Я себя, конечно, ругаю, что я опоздала, но вы видите, как всегда, случаются такие события, которым может быть, если сильно себя не ругать и сильно не погружаться в негативную сторону происшествия, просто думать, окей, я спокойный и уверенный, то обязательно все, что плохое случилось, приобретет какой-то неплохой ракурс. Вам останется его только использовать. Окей, ладно, не буду болтать. Всем пока, спасибо, что посмотрели. Зачем я всегда так хлопаю? Бред какой-то. Это нервно-компульсивный. Что вам внизу оставить? Нечего вам оставить внизу, нечего. Правда, нечего. Я сейчас думаю. Ладно. И скоро, совсем скоро я собираюсь посетить Великобританию и буду снимать там влоги, потому что в первую очередь я хочу запомнить эту атмосферу. Людей, зданий, глаза, лица, все хочу запомнить, потому что я не считаю, что когда ты пытаешься сфотографировать, хотя нет, фотографировать я не люблю, но снимать видео я просто выбираю. Буду снимать влоги, буду снимать влоги в Ламбине, в Ливерпуле и в Эдинбурге, если все будет окей. И думаю, это будет интересно. Во-первых, все видео, которые я снимаю в каких-либо странах, потом дают мне ощущение присутствия там. Очень важно, потому что фотографии мне такого ощущения не дают совершенно. Я решила просто делать нормальное теперь видео из каждой страны, а не всякую фигню, которую я люблю снимать. Например, о, мои ноги идут. Наверное, тут вообще что-то вообще... Ну, не важно, короче. Не так важно, где у меня висит волос. Жестко звучит. Окей, ладно, плевать. Все, я закрываю эту тему, едем дальше.